Добрый вечер! В эфире ОМСК ТВ разговор по существу. Городской спорт. Итоги 2021 года подведем вместе с гостем нашей студии, директором департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Константина Мельникова. Константин Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Но все-таки 2021 год, наверное, для всех нас был очень непростым. Каким этот год стал для вашего ведомства? Да, Настя, действительно год был непростым и в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, нам было достаточно сложно работать. Но, однако же, надо сказать, что он стал даже, может быть, триумфальным. Почему? Потому что достижения и заслуги наших спортсменов, наших хомячей сложно переоценить. Мы достигли очень больших результатов. И это, я так полагаю, в том числе благодаря тому, что администрация города Омска ведет большую работу по развитию физической культуры и массового спорта в городе. И понятно, что без достойного внимания на детский спорт, на детские секции, на массовый спорт невозможно достигнуть высоких результатов. Так вот, администрация прилагает большие усилия для того, чтобы спорт у нас развивался. Наверное, каждый большой спорт начинается с маленького двора. Все-таки, какие проекты были реализованы, может быть, отремонтированы хоккей на площадке, спортивные сооружения? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Одно из приоритетных направлений работы и деятельности администрации города Омска – это развитие массовой физической культуры и спорта. И основное – это создание условий для занятий спортом. Так вот, в нашем городе этим занимается бюджетное учреждение города Омска – спортивный город. Спортивный город занимается ремонтом, благоустройством, строительством спортивных площадок. В этом году за год по плану нами было отремонтировано 40 площадок. Из них 26 спортивных площадок и 14 хоккейных площадок. А также в рамках создания условий спортивной инфраструктуры спортивным городом было размещено порядка 30 гимнастических городков и тренажерных городков плоскостных сооружений. Все это, естественно, требует немалых вложений. И в этом году было на эти работы потрачено порядка 10 миллионов рублей. Если уже заговорили про хоккей, существуют ли какие-то программы поддержки молодых хоккеистов в нашем городе? Да, Настя, конечно же. У нас в рамках программы по развитию физической культуры и спорта молодежной политики действует подпрограмма «Дворовый хоккей». Дворовый хоккей – это подпрограмма, которая направлена на развитие хоккея по месту жительства. В рамках этой программы мы строим и ремонтируем хоккейные площадки. А также на выделенные средства закупается спортивный инвентарь, оборудование, в том числе и форма для наших юных амичей. И с помощью этой подпрограммы и выделенных средств мы организовываем и проводим соревнования. На сегодняшний день у нас работают, занимаются, тренируются 14 дворовых команд, которые участвуют в регулярном первенстве и бьются за кубок мэра. Наверное, уже традиционным местом протяжения всех мячей являются спортивные комплексы. Вот, например, яркий – это «Юность». Расскажите, пожалуйста, каким год выдался для этого спортивного комплекса? Спортивный комплекс «Юность» – это один из комплексов, который имеет уже давнюю и очень интересную историю. На следующий год спортивному комплексу исполнится 45 лет. И этот комплекс, он поистине уникален, потому что включает в себя очень такую большую и развитую инфраструктуру. Значит, это два бассейна, большой и малый бассейн. Это спортивный зал, который вмещает в себе две баскетбольных площадки. Это сам стадион, на котором в летнее время можно играть в футбол. Ну, а в зимнее время это всем любимый каток на «Юности». И в этом году спорткомплекс «Юность» также готов принять мячей на массовые катания на коньках. Я хочу сказать, что администрации города были выделены средства для модернизации инфраструктуры на «Юности». Обновлено освещение. И, конечно же, как и весь город, «Юность» поработала над новогодним убранством. Добавлены новогодние гирлянды, освещение. И жители города, если придут отдохнуть, покататься на коньках, то получат поистинное удовольствие от активного отдыха. Поэтому, пользуясь случаем, я также приглашаю всех на каток покататься на «Юность». Если еще говорить об итогах, каким этот год выдался для спортивных школ? Безусловно, обновленная материальная база, которая весь год мы работаем над тем, чтобы обновлять материальную базу. И это все делается для того, чтобы наши спортивные школы имели комфортные условия и дети занимались спортом в комфортных условиях. Сегодня у нас работают 22 спортивные школы по 52 видам спорта. Самые популярные – это, как правило, футбол, хоккей, художественная гимнастика, различные виды единоборств. И по этим видам спорта наши ребята добиваются неплохих результатов на всероссийских и международных соревнованиях. Занятия в этих видах спорта организованы по программам спортивной подготовки и предпрофессиональным программам. Хочется сказать, что на сегодняшний день мы обеспечены квалифицированным тренерско-преподавательским составом. У нас работает в школах порядка 500 тренеров. Я думаю, что и в дальнейшем школы будут развиваться, и мы будем также показывать достойные результаты. В продолжении разговора ранее шла информация, что будут некоторые спортивные школы объединяться. Все-таки процесс запущен? Да, в конце прошлого года мы объявили о реорганизации спортивных школ. И эта реорганизация в этом году была завершена. Мы реорганизовали 10 спортивных школ. На сегодняшний день объединенные школы – это спортивная школа «Красная звезда», которая включает в себя несколько видов спорта. Это женский футбол, регби, флорбол, легкая атлетика. И у нас школа номер 3, которая объединяет в себе бомбинтон, греблю, технические виды спорта. То есть можно сказать, что реорганизация завершена, и основные цели реорганизации были достигнуты. Обучаемся, предоставлены комфортные условия для занятий. Ну а тренингско-преподавательский состав получил комфортные условия для занятий, и увеличилась средняя заработная плата. – Спасибо. Ну, наверное, уровень развития спорта в регионе определяется в некотором случае количеством спортсменов, которые представляют город, область на соревнованиях, каких-то серьезных, на Олимпиадах. У нас достаточно, наверное, богатое количество этих спортсменов. Расскажите, пожалуйста, вообще, как проходит подготовка спортивного резерва? – Ну, Анастасия, надо сказать, что этот год действительно у нас богат на результаты. Я хочу обозначить только топовые результаты на сегодняшний день. Это, конечно же, участие наших олимпийцев и паралимпийцев в Олимпиаде Токио. В копилку сборной России, в Олимпийскую копилку, нашими спортсменами было принесено 4 медали. Это в Олимпийскую сборную и 5 медалей – это в сборную паралимпийскую. И наши звезды, конечно, наши чемпионы – это Виталина Бацарашкина, это Мартин Малютин, Александр Кузяков. Это наша гордость, гордость Омска, гордость Омской области. Я называю топовые результаты, но вместе с тем наши спортсмены завевали много достойных результатов на первенствах России и на международных стартах. Недавно мы честовали Салтанат Меденову. Она стала победителем чемпионата России по боксу. И вслед за этим выиграла Кубок мира по боксу среди нефтяных стран. И недавний, последний результат, такой тоже значимый, показала Ольга Те, став бронзовым призером по тяжелой атлетике. Все эти результаты заставляют нас и дальше работать, вкладывать в детско-юношеский спорт, для того, чтобы достигать значимых результатов на международной арене. Все-таки пандемия коронавируса, конечно, унесла свои коррективы, но все-таки какие знаковые спортивные события проходили в Омске в 2021 году? Традиционно мы проводим в городе Омске порядка 800 соревнований, в которых участвуют более 100 тысяч участников. И наиболее знаковыми для нас соревнованиями, мероприятиями всегда считались традиционный турнир нашего заслуженного гражданина города Омска Александра Михайловича Пушницы. В прошлом году мы пропустили, в связи с ограничением не было этого турнира. В этом году мы его провели и провели его на достойном уровне. Приезжало много спортсменов из разных регионов, порядка 200 участников было из 28 регионов. А также традиционно мы проводим спортивный праздник в Велоомск. В этом году в Велоомске участвовало рекордное количество любителей велосипеда, это более 5000 участников. Также, конечно, нужно отметить, что у нас традиционно в этом году состоялся сибирский международный марафон. Ну и знаковое для города Омска, для Омской области событие – это старт шелкового пути. Данное мероприятие мы продолжим и в следующем году, и будем стараться проводить их на таком же хорошем организационном уровне. Если говорить о достижениях, какие были яркие победы умских спортсменов? Я уже отметил, что если говорить о топовых результатах, это, конечно же, наши олимпийцы. Это Виталина Бацарашкина, Мартин Малютин и Александр Кузяков. Вот это те топовые результаты, которыми мы гордимся и гордимся нашими спортсменами. А какие шаги предпринимаются городским профильным департаментом для развития массового спорта? Ну, вы знаете, что у нас традиционно в городе Омске проходит спорткиада «Спортивный город». «Спортивный город» у нас строится по принципу двор, округ и финальная часть спортивного города, сами финал соревнований «Спортивный город». В этих соревнованиях традиционно участвуют у нас более 50 тысяч мячей. И прошли они, как всегда, празднично, массово. Надо сказать, что соревнования проводятся, как правило, на обновленных материальных базах. В этом году финал «Спортивный город» прошла на территории среднеобразовательной школы номер 30. Это новая школа, которая построена в рамках нацпроекта «Демография». Созданы замечательные условия для проведения данных спорта-океады. И количество участников в этом году у нас по сравнению с прошлыми увеличилось. Наверное, мы все уже соскочились по ярким каким-то спортивным мероприятиям. Что вы планируете проводить в 2022 году? В 2022 году мы постараемся сохранить все те мероприятия, спортивно-массовые мероприятия, которые проводили ранее. Постараемся улучшить качество проведения, постараемся увеличивать количество участников мероприятий. Ну и, конечно же, самое знаковое, самое значимое мероприятие города Омска и Омской области – это предстоящее первенство мира по хоккею среди юниоров, которое у нас будет проходить в 2022 году и начинаться будет в декабре 2022 года и завершаться в январе 2023. Администрация города Омска активно принимает участие в подготовке данного мероприятия. А что касается рождественского полумарафона, уже объявлено, что он будет в онлайн режиме, так сказать, да, в оффлайн, точнее, режиме. Будет забег, уже есть время определенное, 13.00. Расскажите, пожалуйста, может быть, об организационных моментах, о трассе. Ну, если говорить о марафоне, то, значит, нужно сказать и о других мероприятиях, да, которые будут проходить у нас в новогодние праздничные дни, в дни рождественских каникул, да, на территории города Омска. Это традиционные, полюбившиеся нами всеми рождественские катания, которые мы будем проводить на территории муниципальных катков. И вход на эти катки 7 января для всех жителей города Омска будет бесплатным. Вот. А про марафон, ну, про марафон, наверное, лучше расскажет дирекция марафона, более профессионально, более подробно. Одно радует, что марафон состоится, марафон будет. И я полагаю, что это будет одно из топовых мероприятий в новом году. Константин Викторович, большое вам спасибо за интервью. Напоминаю, о развитии спорта в Омске разговаривали с директором департамента спорта Константином Мильниковым. Оставайтесь с Омск ТВ. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова